Боже, поднимайся ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислава согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть Якова истину, блажите Тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепороченную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово Рожицу Исущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертый Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причистой Твоей Матери и силы честнага животворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благо сей человека любится. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко никогда не же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные. Восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, иже вездесы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселись, овны, и очистины от всяких скверны, и спаси блаже души наши. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и сели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он у небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якажи и мы оставляем ложнюком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, силы и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадамте блажь, ангельскую песню, пеемте сильный. Свят, свят, святости Божию, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодраясь на возник, миссии Господи, умы и просвети из сердца. И уснем и отверзивая же петь и тя, святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и каего же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 святости Божию, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Ко многера Твоя благость и долготерпение не прогневался на меня ленивый и грешный. Не погубил меня с обеззаконием моими. Но человеколюбствовал Иси обычно. И в нечаянии лежащего воздвигло Иси. Вая же утрените, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзли мои уста, поучайтесь со совесем Твоим. И разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою. И петите о выисповедании и сердечнем. И воспевайте все святое имя Твое. Отца и сына, и святаго Духа, ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Седьмой Псалом Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех вонителей моих и избавь меня. Да не исторнет он подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет в землю жизнь мою и славу мою повернет в прах. Восстань, Господь, во гневе Твоем, подвиньсь против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон у людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытываешь сердца и утробы праведной Божьей. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот, нечтиво зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство упадет на его теме. Славлю Господа по правде его, и пою имени Господа Всевышнего. Восьмой Псалом Господи Божий наш, как величище на имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда, взирая на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умолил его перед ангелами, славу и честью венчал его. Поставил Владыку над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Божий наш, как величище на имя Твое по всей земле! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной вовеки веков. Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно, и во веки веков Аминь Многомилостивый и всемилостивый Божий мой Господь Иисус Христос По великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, молю Тебе Спаси меня по благодати Ведь если бы Ты за дела спас меня Это не было бы благодатью и даром Но скорее долго Истина так Богатый страданием и незреченой в милости Ибо Ты сказал, о Христос мой Верующий в меня будет жить И не увидит смертью в веки Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду То вот я верую Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Да вместо же мне вера вместо дел, Боже мой Ибо не найдешь никакие дела правдущих меня Но вместо всех дел, да будь довольна верой моей Пусть она отвечает Пусть она оправдает меня Пусть она соделает мне участником славы Твоей вечной Да не похитит же меня сатана И да не похвалится тем, что торт мне Твоей Слово Божие Руки и защиты Но хочу ли или не хочу Спаси меня, Христос, Спаситель мой Скорее приди ко мне на помощь Поспеши, я погибаю Ты Бог мой Очерев Матери моей Спаси меня, Господи Ныне возлюбить Тебя Как я возлюбил некогда тот самый грех И вновь послужить Тебе без ленности Как я прежде работал на сатану Больстителя Буду же прежде всего служить Тебе Господа и Бога моему И Иисусу Христу Во все дни жизни моей Ныне всегда и во веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставь мне блестимую бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня за невоздержанность мою Не дай возможности взлома демону Починить меня себе посредством этого смертного тела Возьми крепко несчастную И опустившуюся мою руку И выведи меня на путь спасения Ой, Святой Ангел Божий Хранитель и покровитель Бедной мой души и тела Прости мне все, чем я скорбил Тебя Во все дни моей жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь Защити меня на настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не прогонять Бога никаким грехом И молись за меня ко Господу Чтобы Он утвердил меня в страхе своем И садил меня рабом достойно своей милости Аминь 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 И все скверные, лукавые и хуйные помышления Чищая с моего сердца И от помраченного ума моего И погаси пламя страстей моих Ибо нищий слаб И избавь меня От многих губительных воспоминаний И намерений И освободи от всех злого воздействия Ибо Ты благоценен от всех родов И Твое причесное имя славится Во веки веков Аминь Аминь Молите Бога о нас Святые угодники Божии Игнатий Владимир Надежда Любовь Ибо мы усердно к Вам прибегаем К скорым помощникам И молитвенникам О душах наших Богородица Дева Радуйся Обрадована Мария Господь с Тобою Благословен ты в женах И благословен плод чрева Твоего Яка родилась И Христа спас И избави себя душам Наши Непобедимая Божественная Сила Честного Животворящего Креста Господни Не оставь нас Грешных Уповающих На Тя Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твое Победа На сопротивные Дары И Твое Сохрани Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помилу От самого Духовного Родителя И Сродника Благодетели Митрополита Марка Николая Агапангела Тихона Антония Священная Реакима Павла Геннадия Сергия Иоанна Михаила Навума Кирилла Вадима Зосима Владимира Максима Андрея И Глебу Не дай погибнуть Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Франциска Корния Александра Диодора Митрополита Тихона Илариона И весь Священнический Иноческий Чин И вышли Ислужители Миссионеров К христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дай еще Священника Рожденного Свыши Который Благовестник И место Для занятия Смири Власти Воинства Их Наведи Страх Туй на них И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Умудри Издавать И исполнять Добрые Законы Дабы Дали Достойно Жить Людям Что было Еще Уделять Нуждающимся И сохранить От покушения На них Преобразуя Сердца В духовные Коснись Владимира Михаила Джезепа Рамзана Владимира Александра Эрдогена Коснись Господи Их И в Разуми Мы молимся О всех Начальствующих И царствующих Ибо Слово Твое Говорит Что С начальствующих Будет Строгое Взыскание На суде Божием Дай им Страх Твой Святой Слава Тебе Господи За тихую Мирную Ночь Что Жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить Умножить Наши Таланты Дарованные Тобою И для Сего Прошли нам Добрых Помощников Наставников Советников Да будет Благословен Этот день Которого Никогда Не было Во Вселенной И мы Совершенно Не знаем Что Нас Ожидает В нем Научи Нас Во всем Доверяться Твоей Заботе Твоему Промыслу О нас Только Ты Господи Знаешь Будущее И Верующих Тебя Рожденных Свыше Водимых Духом Святым Исполняющим С радостью Все святые Пришли добр Жители С детьми Любящими Знающими Уставы Твои Святые И ходящих Послушаний Сохрани Школу Спаси Помилую Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Щадо Их Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Алектина Юрия Сергея Сергея Александра Александра И от тяжкого Недуга Пьянство Избавил Павла Михаила Андрея Владимира Потерянного Александра Найди Укажи Живой ли он Господи Блуждающих Алексея Сергея Останови Добали Не обманывай Себя И людей Слава Тебе Милосердный Господь И Бог Наш Слава Тебе Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Сава Вся земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле Мир В Человек Благоволение Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот День В который Дал Мне Верую В Тебя Страх Пред Тобой И ожидания Суда Божия Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот День В который Дал Мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов На каноны Церкви Соборов Как на Истину Аллилуйя И в вечности Господи Воздай Милости Твоими Всем Кто Трудился Над Моей Душою И Возрастанием Ее В Тебе И найди Все Наше Родство Евдокии Валентину Ирину Татьяну Марфу Нину Ольгу Ирену Марию Татьяну Укроти Господи Серца Их Буйствующие Да Найдут Они Покон Тебе Коснись Враждующих Против Нас Иззывающих Потоки Лжи Земля Да Поглотит Все Изрегаемое В ненависти Да Не Коснется Сердец Верующих Которых Они Умышленно Стараются Развести По Разным Сторонам Чтобы Не Было Того Сообщества Постигают На самые Страшные Грехи Быть Может Духа Святого Похурили В судный День Не Помяни Безумие Ибо Не Знаешь Что Худо Творят Слава Тебе Милосердный Создатель Мы Уповаем На Милость Твою Благосты Благодетели Наших Вознаем Добром Всей Жизни Будущем Елена Обрати Евгения Наталья Надежда Юрия Эдварда Мы Просили Помощным Господи Переиздать Трехтомник Нового Завета С толкованием Блаженного Феофилакта И к истинному Православию И ты Позволил Издать Проповеди В стихах И Ныне Просим Еще Господи По нашей Немощи Не имея Средственное Издание Проповеди Во свете Святой Библии Для Слова Божия Нет Ус Только Ты Можешь Сделать Это Как тебе Угодно Господи Божий Наш Слава Тебе Путешествующих Благослови Раису Льва Виктора Александра Галину Уезжающую Часто Сохрани Всякого Несчастного Случая И попадавших В аварию На машинах Игоря И Елене Ты продлил Жизнь Это не Коснулось Их Слава Тебе Божий Наш Научи Нас Быть Внимательными Такие Опасности Всюду На дорогах Особенно Сейчас Хвала Тебе Наш Господь Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Твоими Святыми И покроем Опором Любви От зависти Нечестивых От всего Что не Славит Господа Посети Господи Болящих Дай силу безропотно Перенести страдания И пошли им исцеление Кирилла Алексея Сергея Виталия Виктора Надежду Людмилу Любовь Надежду Антонину Неанилу Александру И кто западал Молития И болезни Пошли им здравия Благодарю тебя Господь За друзей И за врагов За здоровье И за болезни По твоему благоволению Господи Боже Все это Может оказаться Полезным И спасительным Для нашей Бессмертной Души Аллилуйя Господи Благослови Всех Кто помогал нам Совершить Миссионерские Путешествия По странам Мира И всюду Оставить Подарок Из книг И посчаянно Нам Даст Обильные Плоды Благослови Принимавших Участие В этом Виктора Николая Павла Зинаиду Владимира Димития Надежду Людмилу Сергея Наума Валентину Самиру Кирилла Самирия Тимуру Да истинную Христову Веру Дабы не верил А же пророку И просящих Помолиться Об изгнании Из них Злого духа Русика И Ирину Жалься над ними Господи Помоги О чем Просят Они Хвала Тебя Наш Господь Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога Мне Грешим Благодарю Тебя Мой Добрый Ангел Сколько Лет Ты Хранил Защищал Меня От видимых И невидимых Опасностей Повреждений Прошу Не покинь В смертный Час Когда душа Будет Разлучаться От тела И проведи Душу Мою Помытарством Страшным И непонятным И введя Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Ян Креститель Претеща Христов Моли Бога Господи Научи Нас жить И в бедности Имея Пропитание Одежды Быть Благочестивым И довольным Никогда Не роптать Никому Не забидовать Быть Во всем Экономным Видеть Нуждающихся По мере Сил Помогать И каждому Дару Господи Доброе Жилье И Сергея Гавриил Благостоя Михаила И Елену Романа И Екатерину Ты дал им Жилище Но чтобы они Не были там Одинокими Первые Христиане Не имели Ни одного Храма На всей Земле Но ежедневно Собирались По домам Вникая В Слово Божие Свидетельствия О любви Твоей Им Пошли Добрых Соседи И кому Не возвестили Раздавая Евангелие Обратили Чтобы Жилища И были Как храм Бога Живого Слава Тебе Аллилуйя Святитель Христов Никола Мерликийский Судотворец Образ Кротости Воздержания Добрый Архипастер Моли Бога О нас И о нашей Живности Через Которую Господь Облегчает Наше Нахождение На этой Земле Как Ее доли Печали Молите Бога На святые Пророки Божии Илья Илисей Инох Моисей Самуил Аарон Иов Авель Но Иосиф Патриархи Езранеем Амос Наум Исаия Иеремия Варух Иезеки Иосиф Иаиль Агей Сафон Захар Малах Дабид Нафан Данил Отрох И пророк Михей Аврам Исаак Иаков Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы День Прихода То Нашего Отшествия Не засталось Неготовым Но Чтобы Вышли На встречу Тебе С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Елея Добрых Дел Соделанных Духи Святом И с Любовью Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Молите Бога На Святые Ангелы Архангелы Херувим И Серафим И все Небесные Силы Престолу Божьего Предстоящей И Святые Апостолы Петр И Павел Евангелисты Матфея Марк Лука И Иоанн Нодарут Господь Нам Жажду Исследовать Священное Писание Ибо Через Них Мы Думаем Иметь Жизнь Вечную А Они Свидетельствуют О Тебе Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Мущенники Игнатий Богоносец Климент Римский Климент Анкирский Анфим Камедийский Георгий Победоносец Пантелеимон Сорок Святых Мущенников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Вениамин Иосиф Борис И Глеб Молите Бога О нас Да укрепит Господь Народ Свой Дабы Никто Не принял Насчертания Зверя Антихриста На щелой Или правую Руку И взятых Из семей Отправленных На военные Действия На фронт Сохрани Никиту Александра Максима И Анны И неведомых Нам верующих В тебя Дай им Истинное Духовное Рождение Чтобы они Были там Как светильники На подсвечнике Как город На вершине горы Чтобы они Постоянно Повторяли Ежедневно Откровение 13.10 Кто ведет В плен Тот сам Пойдет в плен Кто убивает Мечом Тому Самому Надлежит Быть убит Мечом Здесь Терпение И вера Святых Аллилуйя Томящихся В вузах Тюрьмах Лагерях Психиатрических Темницах Дар и свободу Как угодно Воля твоей Святой И благости Монаха Сергея Владислава Вара Мы молились Об Ильи И ты внезапно Освободил его До суда Это столь Великое чудо Всегда Тем более В нынешнее время Господи Предупреди Илью И наставь На тот путь Чтобы он не давал Повода Ищущим поводу С недобрыми Друзьями Всюду Везде Он порвал Отношения А находил себя В сообществе Верных Слава тебе Боже И все Перевозчики Священного Писания Молите Бога О нас Да укрепит И сохранит Нас Господь В святой Православной Вере А замысл Рейхов И стектантов Разруш Разбей В ничто Преврати Сколько Добрых Людей Поглотил Там Сатана Дай им Понять Что Без церкви Нет спасения Церковь Которая Идет От апостольских Времен Основанная В сионской Горнице Дома Корнилия А не Спустя Тысячи Лет И более Откроем Эту Истину И С них Достаточно Будет Чтобы они Возвращались Церковь Твою Отступники Александра Николая Юлия Евгения И нас Помилуй Милости Твоя Я ради Молите Бога На святые Жены И девы Фёкла Первомученица Патина Самарянина Феврония Верия Надежда Любой Матер Сапия Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепитуя Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прескина Акила Адроника Юния Киприяна Устина Да дарут Господь Женам И девам Послушание Молчание Целомудрие И стыдливости Сохрани Свостяческого Поругания И насилия Исправьте Покоривость Галины Семейства Евгения Надежды Людмила Виктория Иоанна Благослови Перед Пресолом Сына Которая Благодарение Отец Сын И Святой Дух Аминь Говори Господи Владыка Слушают Да слышат Рабы Твой Голос Твой Аминь Мир Всем И доброе Утро Всем Поздравляю С праздником Стретения Даже Не знаю Что сказать Такое дело У нас Всегда считается Слово Божие Сейчас В интернете Выставили Когда-то я говорил Проповедь О Стретении Вот если есть желание Так я сейчас Прошу Володя А можем сделать Как он делает На экране Видно А А где он Володя О нет Ну пока ладно Зайдет Вот То можем Послушать Почему Я потом Вышлю Все Надо решить Как То могу Просто сейчас Засчитать Его Настолько Это необычно И что оно Означает Чем это Связано Вот у нас Можно сделать На экран Так подожди-ка Минуту Сейчас открою Его Вот Встретение Вот оно Ну-ка Как сделать Чтобы люди Видели Можно Нет Ну-ка Посмотри Так что Пока Не расходитесь Админ Здравствуйте Все Вам видно Да Это убрать Можно Да Видно Видно Нет Встретение Это выставили Сегодня В интернете Оно Я взял Оттуда Проповеди Из книги Лапкина И.Т. Открытым оком Том Восьмой Указатель Луки 2.27 У нас В православной церкви Есть 12 праздников Которые считаются И называются Главными Двунадесятыми Один из них Встретение На сороковой день После Рождества Иисуса Христа Вот я сейчас Буду продвигать Вперед И где Слово Божие Не знаю У вас будет видно Или нет Я красным светом Сделаю И пришел Он По вдохновению В храм О Симеоне И Когда родители Принесли Младенца Иисуса Чтобы совершить Над ним Законный обряд Некогда было Повеление Приносить Жертву За грехи Агнцев Ягнят Ветхий завет Весь наполнен Повелениями О жертве Любая жертва Это всегда Замещает Что-то И есть Страдание И смерть Богатые Приносили Волов Быков А те Кто победнее Баранов А самые бедные Могли принести И голубков Птенцов Горлинки На сороковой день Когда принесли Иисуса В храм Это событие Церковь сегодня Отмечает То есть С кануна Этого праздника Сегодня Везде В газетах Об этом празднике Будут печатать Но я специально Исследовал О всех праздниках И нашел Что это Никакой не праздник Его искусственно Создали Церкви Там в девятом веке Где-то Никакого события Для нашего спасения Не было Это обыкновенное Обыденное Тысячу крат Повторяемое В течение года Все обязаны Были первенцев Приносить На сороковой день В церковь Притом Это Никак Ни на ком Не отражается Церковь Отмечала Как правило События Из жизни Христа Которые Имели Какой-то Отзвук В нашей жизни Сретение Ни на что Не повлияло Они могли И не встретиться А оно Это событие Было Для Симеона Важным А сегодня Ныне Отпущающий Что он говорил Поют Все А куда Отпущаешь Домой После вечерни Пропели И пошли домой Батюшка Отпустил Не так долго Мучил Три часа Продержал Ведь вот Смысл-то какой Буквальный А тогда Речь шла О смерти Что Симеон Устал жить Уже 362 Года Живу Отпусти Меня из этой Жизни Господи Ни родственников Никого нет Истомился Болезни Томят Немощи Одолели Плохо вижу Ходить Не могу Пища Не радует Меня И ты Меня Отпустил Быв Взяв из этой Жизни Я не знаю Будет видно Или нет Могу Сделать Чтобы Жирно Было Эту Песню Сегодня Пропоет Кстати Мать Виктора Андреевича Нашего Любвеобильного Врача Общины У которого Только что Представилась Его Мать Мария Сестра Наша Незабвенная Я постепенно Включаю Вот это Ныне Отпущаешь То есть Ныне Отпускаешь И что Сходится С нами Здесь На сороковой День После смерти Церковь Установила Отмечать Конец Двадцатим Итарством Душа Является На поклонение Господу А здесь Встреча С Господом Я вижу Здесь В этом Некую Связь Человек Умирает И сорок дней Душа Идет По двадцатим Итарством За язык За выпивку За всякую ложь За блуд Это отдельное Мытарство Мытнисы Тщательнейшее Исповедание Будет Это мы Все забыли Это А там Не забыто Ничего Дьявол Все записывает Когда я Выпил Где танцевал Какой Ногой Топнул Во сколько Часов Стопку Налил Как поют Смерть Пришла Меня дома Не нашла Я гулять Ушла Нашла Теперь Придется За все Отмечать И все Станет На свое Место Слово Стретение По-русски Означает Встреча И оно Встречается В Святой Библии Только три раза Господь Господь Вывел народ Свой Из Египта И люди О законе Божьем Ничего Не знали Народ Темный Был И когда Моисей Решил Дать закон То написано А вот Теперь дальше Написано Я буду делать Красным Что видно Было Не знаю Увидите Исход Приготовься Весь народ В России Должен Выйти Встретение Господу За ваше Беззаконие Что я Наказывал А вы Не вразумлялись Второе Наказание Будет Еще страшнее А третье Я просто Оторву Вам голову Исайя 24 17 Ужас И яма И петля Для тебя Житель земли Надо Все Это Знать И в третий Раз Говорится Что Когда Господь Явится На облаках То верующие Будут Вознесены Кому Навстречу Встретение Господу Богу Своему 1 Фессалитизм 4 17 Потом Мы Оставшиеся В живых Вместе С ними Восхищены Будем На облаках Встретение Господу На воздухе И так Всегда С Господом Будем Это Все Слово Божие Об Эти Встречах Первое Второе Третье Нам Нужно Подумать Сегодня Слово Встреча До Тысячи Раз Встречается В Священном Писании С кем Встретиться Каин Убил Брата И потом Стал Бояться Встречи С людьми Бытие 4 14 Вот Ты теперь Сгоняешь Меня с лица Твоего И от лица Твоего Я скроюсь И буду Изгнанником И скитальцем На земле И всякий Кто встретится Со мной Убьет Меня Вот Видите Какие Места Которые Напоминает Нам Писание У людей Сегодня Задача Такая Чтобы Мне Было Хорошо Жить Грешить И не Болеть Что У болезни Мне не Встретилось Домой Дошел Аккуратно Бандит И не Встретился А Ведь Нас Интересовать Должно Одно Только Встретились Мы С Господом Или Нет В этом Празднике Встретение Главное Это Жертвоприношение Встреча Симеона Нам Ничего Не Дала Мы Просто Ее Разворачиваем На Духовный Уровень Анна Встретилась А могла Бы И не Встретиться Как Была Праведная Так Была Отошла Праведная И Симеон Умер Бы И ничего Не Была Он Только Подержал На Руках Иисуса Младенца Отошел И Тут Пошел В Преисподнюю Ему Эта Встреча Ничего Не Дала Кроме Того Что Он Умер Да Мы Весь Мир Умираем Без Всякой Встречи Главное Тогда Было В Жерти Принесли В Жертву За Кого За Агнца Божия Который Сам Является Жертвой Мира Жертвой За Все Грехи Мира А За Него Приносится Жертва Дабы Исполнить Закон Закон Лука 2 24 И Чтобы Принести В жертву Парреченному В законе Господнем Две Горлицы Или Двух Птенцов Голубиных Вот Что Значит Юридическое Обоснование Праздника Это Я все еще Считаю Которого В русском Народе Совсем Нет Тогда Было Так Написано И Ты Обязан Выполнить Вот За Этим Сегодня Отдел Юстиции Наблюдает Чтобы Закон До Буковки Был Выполнен В Израиле Там Наверное На каждом Шагу Этот Отдел Юстиции Работает Где Копыта Оторвать Где Сжечь Сколько Принести Как Крапить С какой Стороны Как Надломить Крылья У птицы Куда Отвести Козла Отпущение Точнейшее Предписание И Нельзя Было Ничего Нарушить За Всяким Нарушением Стояла Смерть Маящила Грозно И Священники Знали Об этом И Все Знали Вот Представьте Огонь Горит В храме Ну Казалось бы Зажги Какая Разница Ну Как Зажечь Но Библия Говорит Пришел Утром Или Вечером Спичку Чиркнул И Зажег Или От соседнего Двора Лучинку С огоньком Никто Не скажет Что сделали Сыновья Первосвященника По-нашему Сказать Митрополиты Они Взяли Чуждый Огонь От Папиросы Зажгли Или От чего Или От Идорского Жертвенника Но Написано Они Пришли Не с тем Огнем Книга Левит Десятая Глава Первый Стих Надава Авиут Сына Аронова Взяли Каждый Свою Кодильницу И Положили В них Огня И Вложили В него Курений И Принесли Пред Господом Огонь Чуждый Которого Он Бог Не Велел Им Что Такое Чуждый Огонь Мы Только Можем Так Догадываться Правильно Нужно Зажигать Но Где-то Зажгли Они Свои Светильники И Не Там И Бог Сразу Они Явились Чуждым Огнем А то У нас Так Я Такой Горячий И Начинает Говорить Кричать Голос Повышать Да У тебя Чуждый Огонь Горит Ты Ревнуешь За свое И Потому Что Тебя Обличили Или Боишься Чтобы Грех Не Обнаружили Ревность За Господа Это Поощряется А За Господа И Громкий Голос Должен Быть Как Написано Исайя 40 глава 9 стих И 58 глава 1 стих Войди На Высокую Гору Благовествующий Сион Возвысь Силой Голос Твой Благовествующий Иерусалим Возвысь Не бойся Скажи Городам Израилем Вот Бог Ваш Завай Громко Не удерживайся Возвысь Голос Твой Подобно Трубе И укажи Народу Моему На Беззаконие Его Идому Яковлеву На Грехи Его Это Огонь Ревности О Боге Когда Биш Свистел В руке Господа Какими Словами Он Говорил Это Было Такое Лука 19 46 Говоря Им Написано Дом От Мой Есть Дом Молитвы А Вы Сделали Его Вертепом Разбойником И Вот Как Говорит Об этом Апостол Павел Деяние 13 10 Я это Сразу Делаю Красным Слово Божие О Исполненный Всякого Коварства Всякого Злодейства Сын Дьявола Враг Всякой Правды Перестанешь Ты Собращать С прямых Путей Господних Он Не Шептал На Ухо Это Все Слышали Выйти В Сретение Господу Этого Нужно Желать А Если Нежеланный Христос Приходит То Господь Господа Просят Удалиться Хотя Он Принес Самое Великое Благодеяние Что Лучше Чем Исцелять Человека Тем более Психически Ненормального Больного Который Бросается В агонии В воду Так Что Его Не Могут Удержать Господь Исцелил Его И написано Матфея Восьмая Глава Тридцать Четвертый Стих И Вот Весь Город Вышел Навстречу Иисусу И Увидя Его Просили Чтобы Он Отошел От Пределов Их Вот Какая Встреча Бывает Даже Представить Трудно Когда Человек Воюет Против Верующих А против Верующих Это все равно Что против Господа Это равнозначно Знак Равен Состоит Славля Славла Господь Останавливает Деяние 9.4 И Захария 2.8 Подтверждает Слава эти Он Упал На землю Услышал Голос Говорящий Ему Савл Савл Что Ты Гонишь Меня Захария Касающийся Вас Касается Зеницы Ока Моего Вот Какие Става Выражения Вот Под Какой Охраной Мы И Встретиться Со Злым Человеком Все равно Что С дьяволом Встретиться Он Ограбит Как Бес Разденет Тебя Встретиться С верующим Встречу Девушка болела Ходила в храм Ставила свечку Бодила И внуков С собой А встречи Со Христом У них Так и не было Такое Может быть 90% С лишним Это страшная Неописуемая Трагедия Русской нации И сегодня Попы Нигде Не будут Об этом Говорить Но будут Активно Творить Обман Непрерывный Обман Встречи Со Христом Так и Не было Встретение Празднует Бесстречи Со Христом С кем Встретились Со свечкой С храмом Красивым Храмы строят Смотрите Сколько их Какие Национальные Средства Туда Вкладывают Какие Украшения Это все Празднование Сейчас Пишут Что из Шри-Ланка Это Поклонники Сатаны Страна И к ним Обратился Русский Священник Помогите Икону У нас Украли Которые Благословляли Еще первого Царя Михаила Федоровича И у них Клад был Килограммов Семь Золота Не считая Бриллиантов И жемчуга А у нас Там Жемчуг Есть Ты нам Помоги И у них Объявили Сбор По всей Стране Чтобы Эту Икону Сейчас Украсить Мы Имена Красуются На храмах С кем Мы Встречались Встретились Вот Сейчас Я спрошу Тут Может Никого И Нету Володя Ну-ка Загляни Посмотри Хоть кто-то Остался У нас Нет Вы закончили Нет Нет Вот это Дальше Буду Считать Никак Нельзя Ладно Слушают А не Слушают Встретиться Со Христом Это Встретиться С жертвой И поблагодарить Его Господи Ты Из-за Меня Умер Ты Мои Грехи Взял На Себя Ты Своей Крови Причистой Омыл Меня Это День Сретения Должен Напоминать Это По радио Святую Библию Ты Начал Сам Считать Но У тебя Должна Быть Встреча И Сегодня Проведи Телевизию В своей Душе Припомни Тот День И Сейчас Я могу Назвать 1962 Год 27 Сентября 5 часов 30 минут Вечера 17 30 Я встретился С моим Господом Хотя Я молился И до этого Знал Что Бог Спас Меня От Воровства От Разврата Ничего Этого Не Было Я Имел Страх Божий От Матери Получил Боя Суда Божия А Встреча С Господом Не Было Встреча Со Христом Это Встреча С Вечностью С Вечным Своим Спасением Я Тут Опять Показываю Жирным Что Бидно Было Сегодня Все До Единого Священия Крадажи Были Были Людям Непрерывно Указывать И на Исповеди Особенно На Исповеди А Ты Встречался С Господом Ты Знаешь Что Такое Встретиться Со Христом Полюбить Его Встретиться С Ним Можно Только Тогда Когда Тебя Будет Отклик На Его Призы Он Говорил Откровение 3 глава 20 стих Все Стою В двери И стучу Если Кто Услышит Голос Мой Отворит Дверь Войду К нему И буду Вечерить С Ним И Он Со Мною Ты Уже Сколько Раз Отослышал Что У тебя Верующая Дочь Верующий Сын Верующая Мать И Ты Говоришь Что Тебе Некогда Не хочу У меня Нет Веры А Господь Говорит Все Стою У Двери И Стучу Стою У Двери Сердца Твоего Через Уши Твои Стучу Припомни Какие Трудности Ты Имел В жизни Своей Как Господь Тебя Звал И Сегодня Он Снова Забьет Через Проповеди Через Евангелие Кто Услышит И Отворит Войду К Нему Наступит Момент Встречи И Что Дальше И Буду Вещерять С Ним Я Накормлю Тебя Другою Пищей Другою Пищей Все Дальше Пожирнее Делаю Ни Телевизионной Ни Компьютерными Играми Я Дам Тебе Священное Писание Божие Слово Я Буду Вечером На Закате Жизни Твоей Услаждать Тебя Я Буду Тебе Пищу Подкладывать Как Блудному Сыну Лучшего Теленка Заколю Теленок Это Жертва Христа Это Он Что Мы Сегодня Имеем В этом Празднике Это Приготовиться К встрече Со Христом Который Приходит Через Опасности Через Гонения Через Войны Приготовься К Сретению Господа Бога Твоего Многократно Мы Слышали Его Стук Когда Человек Этот Стук Не Слышит То Господь Сущит Громче Пройдет Одна Беда Вот Второе Горе И За Ним Третье Горе Ангел Один Вылил Язвы От Подошвы Ноги До Темени Девятый Стих И Пришел Ко мне Один Из семи Ангелов У которых Было Семь Чаш Наполненных Семью Последними Язвами И Сказал Мне Пойди Я Покажу Тебе Жену Невесту Агнца Сколько Здесь Нового Задача Господа Не Изничтожить Человека А Спасти Человек По-другому Не Понимает Почему Говорят Что Если Есть Сын То Ты Чаще Наказывай Его Господь Говорит Ты Невеста Моя И Если Ты Не Слушаешься Я Буду Бить Тебя Крепко Это Господь Говорит Из Ики 16 16 18 Стихи И Взяла Из Одес Что И Сделала Себе Разно Высоты И Блудодействовала На Них Как Никогда Не Случится И Не Будет И Взяла Наряды Твои Вещи Из Моего Золота Из Моего Серебра Которые Я Дал Тебе Это Господь Говорит Церкви И Сделала Себе Мужские Из Мужские Изображения И Блудодействовала С Ними И Взяла Узорчатые Платья Твои И Одела Их Ими И Ставила Перед Ними Елей Мой И Фемиан Мой И Хлеб Мой Который Я Давал Тебе Пшеничную Муку И Елей И Мед Которым Я Питал Тебе Ты Поставила Перед Ними Приятное Благовоние Это Обвиняет Церковь И Это Было Говорит Господь Бог Вот Сейчас Привожу Еще Ты 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 Умрешь Веришь Ты Или Не Веришь Но Эта Встреча Произойдет Смертный Сейчас И На Сороковой День Итак Сегодня В этот День Возвращаясь Мысль На Иерусалимский Храм Мы Прислушаемся Что Говорит Старец Симеон Сей Лежит На Падение И На Восстание Многих В Предмет Пререкания И Соблазна Апостол Павел И Говорит Что Об Об этом Учении Спорят Везде Итак Мы Считаем Что 2000 Лет Спорят Об Этом Учении И Будет Эта Встреча У Человека Со Христом Или Нет Она Происходит От Видения Павел Ослеп Сразу От Слышания Слов У Нас Слышания Нет В храмах Все Только Одно Поразить Воображение Поразить Пришедший Запах Обоняния Батюшка С кадилом Прошел Это Зрение Иконы Красивая Одежда Священства И Ризы И Благословения Это Иропа Чуть нам Что Дают Вкус Но Слово Божие Говорит Что Встреча С Господом Происходит Через уши Вера Отслышания Мы Уже Сколько Об этом Говорим Вы Хотите Чтобы Люди Встречу Со Христом Почему Сидите Не Идете Проповедовать Почему Только Три Четыре Человека Идут Почему Сестра Евгения Одна Пошла С братьями А другие Не Шевелятся Надо Дальше Ити Так Я Сейчас Закрою Потом Выставлю Там Посчитаете Что Я Закашлял Вы Слышны Нет Кто Передайте Подайте Голос Да Слышны Игнать Другие Не Шевелятся Что Дорого Для Вас Внуки Работа Немножко Сократите Это Все Что Мешает Движению Господа К Человеку Он Просто Сметает И Убирает Когда Велищественная Погура Величайшего Пророка Иоанна Крестителя Стала Заслонять Авторитет Христа Бог Его Убирает Почему О том Кто важнее Бог Его Убирает И Пророку Отсекают Голову На пути Следования За Христом Препятствий Не может быть Хотя бы Сатана Накидал Гималайские Горы Хребты Господь Одним Дуновением Все Это Убирает Далее Увеличиваю Ты Скажи Господи Я хочу Быть Благовестником Хочу Чтобы Люди Встретились Со Христом Это Возможно Только Через Проповедь Только Через Благовестие Ты Не говори Что Мало Знаешь Ты Встречался Сам Да Если Б Спросили Симеона Почему Ты Такой Умиротворенный Он Ват Это Все Я Встретился С ним Не Просто Симеонов Слова Машинально Повторять Каждое Богослужение Не Не Отпущаешь И Раба Твоего Православные Не имеют Права Петь Это Песнопение Пока Они Не Встретятся Лично Сами Со Христом А Иначе Все Это Будет Только Обман Очи Христа Видят Тебя Тогда Когда Ты Ему Открываешь Дверь Когда Уверуешь Когда Встретишься И скажешь Ныне Пришло Спасение Дому Симу Захей Встретился Я Считаю Что Встреча Захея Есть Больший Праздник Для нас Чем Сегодняшний Бегом Почему Потому Что Там При Симеоне Никто Не Обратился Там Не Было Сказано Христом Ничего Да Он И не Мог Сказать Он На Руках Лежал А Матерь Молчала Марии Предсказано Было Что Оружие Пройдет Ее Душу Что Он Будет Распытый Что Она Будет Скорбеть О Своем Единородном Сыне Которого Раскнут Безбожники Иудеи У Захея Была Встреча Торжественная Когда Он Встал Половину Имения Раздам Вот Сегодня Банкиры Все Ограбившие Россию Встали И сказали Половину Отдам Сразу Быстрана Поднялась Изруин А кого Обидел Четыре Раза Воздам То есть Эти Пенсии Удержанные Умышленные Дефолты Это я Все это Поясняю Это моя Проповедь Когда-то Была Это мы Подстроили Это чтобы Богатые Сказали Четыре Раза Воздать Вам А не Десятую Долю Вот это Был бы Праздник Встреча Захея Для нас Несравненно Выше Но церковь Установила Отмечать Встречу Симеона И мы Православные Соглашаемся С этим Установлением Но мысленно Должны Понимать Встреча Со Христом Изменила Жизнь рыбаков Встреча Со Христом Меняет Профессию Из ловцов Рыбы Делают Ловцами Человеков Оставьте Сети Оставьте Отца Оставьте Родных Я вас Избираю Когда человек Сегодня Мнется И не может Что-то Изменить В своей жизни Не может Сказать Когда Уверовал Какой стих Библии Послужил Ему основой Для его Обращения Ко Христу Встреча Не было Не обманываясь Тебя Начни Сначала Этот путь Исайя 55.6 Ищите Господа Когда Можно Найти Его Призывайте Его Когда Он Близко О Надо же Как Тут Новое Все Ищите Не только Он Нас Ищет Потерянных Овец Но написано Чтобы и мы Искали Господь Знает Наш Путь Как Мы Лукавим Как Мы Ищем Пути Отхода Чтобы Только С Господом Не Стретиться Он Нас Ждет При том День И ночь И Человек Не Понимает Как Он В Ночном Видении Через Разные Средства Информации Через Книжки Через Газетки Напоминает О себе Я Вспоминаю Свою Жизнь Какие Мне Листики Встречались Как Я Их Собирал Что Это За Слова Что За Цифры Их Какие Они Хорошие Аналитический Ум Уже Тогда Имел В Зачаточном Состоянии Но Но Не Знал Что Это Главы Святой Библии Стихи Святой Библии Безбожник Нападает На Христовы Слова Попала В руки Ярославского Библии До Верующих Неверующих Я Подумал Что Нападает На Такие Слова Хорошие Я Эти Слова Вырезал Прочитывал А где Же Эта Книга Сей Есть Вот Эта Встреча Со Христом Все Изменяет Подумаешь Подумать Страшно Мне Теперь Поется В песне Когда Б не Ту Открыл Я Дверь Я Постоянно Пою Так Не С той Бу Лисой Прошел Христа Не Встретил Не Нашел Подумать Страшно Мне Теперь Когда Б не Ту Открыл Ты Дверь Господь Не Той Булиц Прошел Меня Не Встретил Не Нашел Вот Понимаешь Как Вот Все К месту Здесь Господь Сходит Ты Все Что В жизни Встретишь Обрати К этой Встрече День Рождения Люди Празднуют Безумие Еще Год Прогрешил Проблудил Пропил Воровал И Не Попался Ты Празднуй День Духовного Рождения Как Извод Крещения Вышла Другая Жизнь Скрываясь Под водой Ты Умер Здесь Произошла Встреча С Господом Здесь Заключается Смест Брачные Условия Сочетоваешься Лица Христом При Крещении Говорит Трижды Спрашивает Отрекаешься Лица Сатаны И Трижды Отмечаешь Отрекались Отреклись И Даже Физически Отвернись И Плюй на Его В Действительности Что получается Вышел из воды И опять Плевки Подобрали Где Тот Сатана От которого Отказывался Отрекались Делами Мы Покаялись Что Жалеем Что Вступили В новые Брачные Условия Со Христом Откупели Сегодня Сколько Людей Отойдет А Ко Христу Может Никто И Не Пришел Вот Это День Стретения Думаю Святые Отцы Установились Таким Намеком Что В дальнейшем Мы Дойдем До Этого Состояния Что Это Будет Наша Встреча Со Спасителем Из Назарета А Не Только Встреча Нашего Старца Симеона Симеон Только Из-за День Да Из Мертвых Анна Жила Праведно А Мне Какой От Этого Польза Да Тар Что Ты Сегодняшняя Анна Встретилась Со Христом Ли Воспела Ли Ему Песня Встреча С Людьми Знающими Иегову Разрушила Прежнее Состояние Фараона Его Государства Встреча Со Христом Меняет Направление Социальных Государств Ну маленько Не досчитал У меня Глаза Уже Слепаются Ладно Посмотрю На вас Я скину Сейчас Туда Досчитайте Да Давайте Я уберу Дай-ка Убери О Смотри Сколько Людей Слушали Значит Ну досчитайте Я скину Я уже Не могу У меня Простуда Была Да и так Долго Без кашля Так Ну и все Тогда на сегодня Сейчас я сразу Ухожу И сразу Ставлю Прям в ту же Минуту Сейчас здесь Городушки Свою уберу Для записи Для записи Выставляйте Кто записывал Кого Может быть Коснулось И будет встреча Настоящее Встретение Видите Какая Необыкновенная Проповедь Была Все Проповедь Закрылась Сегодня Больше Нету Ничего И так Много Время Ушло Все С Богом Сейчас Я выставляю Эту Проповедь Спаси Христос С Богом С праздником Продолжение следует